Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим оборудование мясокомбинатов для съемки и обработки шкур убитых животных. Эта видео лекция продолжает цикл лекций посвященных оборудованию мясокомбинатов. Технологические процессы убоя скота и разделки туш выполняют в следующей последовательности. Оглушение, обескровливание, сбор и обработка крови, отделение головы и конечностей, забеловка туши с последующим отделением шкуры, извлечение внутренних органов, распиловка туши, сухая и мокрая зачистка с последующей оценкой качества мяса, определение массы и упитанности мясных туш. Обескровливание, съемку шкуры и удаление внутренних органов можно проводить при горизонтальном и вертикальном положении туш животных. На предприятиях России практикуется обработка туш в вертикальном положении, так как в этом случае соблюдаются необходимые санитарные требования и туша лучше обескровливается. Оборудование для обескровливания и обработки крови мы рассмотрели в одном из предыдущих видео. А в этом видео подробно рассмотрим оборудование для съемки и обработки шкур. Съемку шкур со скота осуществляют на установках периодического и непрерывного действия. В зависимости от вида обрабатываемого животного оборудования подразделяют на установки для съемки шкуры с крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и свиней. Снятые шкуры животных обрабатывают на специальном оборудовании для мойки, удаления щетины и мездрения, очистки шкур от прорезей жира и мяса. Оборудование для посола шкур возможно. Мы с вами рассмотрим в одном из следующих видео. Ссылка на это видео появится в описании к текущему видео. Оборудование для съемки шкур с крупного рогатого скота включает в себя оборудование для ручной съемки, для которой обычно применяют ножи. И различные приспособления. Стяг в ци, рифленые плиты и развалы. Установки для съемки шкур с крупного рогатого скота периодического и непрерывного действия выпускают вертикальными и горизонтальными. В установках периодического действия туша фиксируется неподвижно, а при непрерывной съемке шкуры туша движется по подвесному пути. Установка фуама периодического действия состоит из шкуросъемного агрегата и поворотного фиксатора. Основные узлы шкуросъемного агрегата. Вертикальная ферма, электродвигатель, натяжная станция, тяговая цепь. Вертикальная ферма – это жесткая конструкция из профильного металла. На стороне фермы, обращенной к фиксатору, имеется направляющая изогнутой формы. Для изменения направления движения тяговой цепи. И лоток 11. Для направления движения снимаемой шкуры. В верхней части фермы агрегата укреплен полуцилиндрический кожух, соединенный с прямоугольной трубой. Примыкающий кладку 5. Для спуска снятой шкуры на приемный стол. Приводная станция смонтирована в верхней части агрегата и состоит из электродвигателя 15, муфты, редуктора и цепной передачи, передающей вращение приводной звездочки. Натяжная станция винтового типа расположена в нижней части вертикальной фермы. На горизонтальном участке фермы установлена отклоняющая звездочка. Она служит для изменения направления движения тяговой цепи, изготовленной из полосовой стали толщиной 8 мм. Для фиксации туши и подачи ее к шкуросъемному агрегату установлен специальный фиксатор, представляющий собой вертикальную вращающуюся стойку, которая опирается на подшипник 26. Ее верхний конец вращается в подшипнике 21, установленном на балке. Для фиксации туши за передние конечности приварены скобы. В верхней части стойки укреплено 4 плеча для толкания троллея и перемещения туши по кольцевому подвесному пути. Для автоматической остановки рычага напротив шкуросъемного агрегата установлен конечный выключатель. Привод фиксатора состоит из электродвигателя 16 клиноременной передачи червячного редуктора и конической пары шестерен. Туши фиксируются за передние ноги в специальном приспособлении в виде соединенных между собой звеньями цепи трех крючков. Съемку шкуры на установке фуам начинают с того, что по подвесному пути подают забелованную тушу к фиксатору, которые включают к моменту подхода туши. Одним из своих рычагов фиксатор толкает троллеи и перемещает тушу по кольцевому пути на 90 градусов к месту фиксации. Съемку шкуры на установке фуам начинают с того, что по подвесному пути подают забелованную тушу к фиксатору, который включают к моменту подхода туши. Одним из своих рычагов фиксатор толкает троллеи и перемещает тушу по кольцевому пути на 90 градусов к месту фиксации. Тушу фиксируют за передние ноги крючками 6, а на концы шкуры с двух сторон надевают петлю из цепи с кольцом на конце. Зафиксированная туша перемещается еще на 90 градусов к месту съемки шкуры. Там кольцо цепи фиксации шкуры набрасывают на крюк 7, непрерывно движущейся с определенной скоростью для данной туши тяговой цепи. При движении тяговой цепи в направляющих профильной кривой происходит съемка шкуры с туши сначально в горизонтальном, а затем почти в вертикальном направлениях. Применение специального профиля направляющих установки создает наилучшие углы отрыва шкуры от туши. По окончании съемки шкуры фиксатор отводит тушу с места съемки и одновременно подает следующую. Снятая шкура по трубе падает на лоток, оттуда соскальзывает на стол осмотра, на котором ее освобождают от цепи. Цепь возвращается к месту фиксации туш. На установке одновременно ведут операции с тремя тушами. Одну закрепляют на участке фиксации, с другой снимают шкуру, а с третьей удаляют приспособление для фиксации передних ног. Скорость съемки шкуры от 0,05 до 0,15 метра в секунду зависит от пола, возраста и упитанности животного. Установка периодического действия А1ФУ создана на базе установки фуам, рассмотренной ранее, и отличается от нее только механизмом фиксации туши за передние конечности, которые приводятся в действие гидравлическим приводом. Туша по подвесному пути подается к месту снятия шкуры и фиксируется приспособлением для захвата ног, один конец которого набрасывают на переднюю ногу, а другой на крюк каретки фиксатора. При движении каретки с крюками по направляющим шкура натягивается, один конец ее захватывается приспособлением для захвата, а другой набрасывают на крюк тяговой цепи. При движении цепи шкура снимается с туши и падает на стол, где ее освобождают от приспособления, которое передается к месту фиксации. Установку обслуживают два человека. Основной недостаток установок периодического действия заключается в том, что их габариты рассчитаны на туши средних размеров. И при отсутствии фиксации за шею крупных и небольших туш, натяжение будет неравномерным, что приводит к разрыву боковых мышц, отделению вместе со шкуры мышечной ткани и увеличению мясных и жировых пререзей. Кроме этого, туши необходимо отвести на запасной подвесной путь, а затем вернуть на конвейер. Шкура при съемке висит над тушей и поэтому на нее могут попадать загрязнения со шкуры. Установка непрерывного действия Р-3ФУВ или Москва-4 была создана в 30-е годы 20 века и до настоящего времени почти не изменилась. Она представляет собой сварной каркас, на котором смонтировано два конвейера с различной скоростью движения. Конвейер фиксации передних конечностей и конвейер съемки шкур. Конвейер фиксации передних конечностей состоит из двух параллельных направляющих специального криволинейного профиля, по которым синхронно движутся тяговые цепи, соединенные между собой поперечными скалками. Конвейер съемки шкур также состоит из двух параллельно расположенных профильных направляющих, по которым движутся тяговые цепи с крюками для фиксации шкур. Работа установки основана на принципе отрыва шкуры при непрерывном движении туши за счета разности скоростей двух пар цепей. Конвейерная цепь, на которой фиксируются передние ноги, имеет несколько большую скорость, чем конвейерная цепь, фиксирующая шкуру, в результате чего туша опережает движение шкуры и освобождается от нее. Забелованная туша, подвешенная за задние ноги на двух роликах, подается по подвесному пути и входной автоматической стрелкой переводится с одинарного на два параллельных рельса над установкой. Одновременно туша разворачивается брюшной полостью вперед. Крюками, продетыми в сухожилия передних конечностей, она фиксируется за скалку цепи конвейера, движения ног. Затем оба конца шкуры фиксируются цепями к захватам цепи конвейера шкур. В процессе снятия шкура находится под тушей, что создает хорошие санитарные условия и товарный вид туши. Цепи, фиксирующие шкуру, сбрасываются автоматическим съемником с захватом конвейера шкур. Шкура попадает на ленточный конвейер, далее полотку на стол инспекции. Цепи фиксации шкур возвращаются полотку возврата цепей, предварительно смоченному водой к началу установки. После отрыва шкуры туша в конце установки принимает исходное вертикальное положение. Крюки, фиксирующие передние конечности, снимают. Туша по подвесным путям откатывается от установки, проходит через выходную автоматическую стрелку на одинарный путь и подается к столу инспекции внутренностей. Крюки фиксации конечностей по мере накопления навешиваются на троллей и откатываются по возвратному рельсовому пути к началу установки. Технические характеристики установок для съемки шкур стуш крупного рогатого скота представлены в таблице на слайде. Оборудование для съемки шкур стуш мелкого рогатого скота представляет собой в зависимости от конструкции установок. Шкуры стуш скота снимают сверху вниз от хвоста к шее или снизу вверх от шеи к хвосту. Далее рассмотрим устройство и принцип действия установки ФСБ, периодического действия. Которую обычно изготавливают в двух исполнениях. Соответственно для съемки шкур сверху вниз и для съемки их снизу вверх. Станина установки это две чугунные литые боковины на сварной раме из швеллера. В верхней части боковины соединены стяжкой, а в средней осью рабочего барабана. Боковины имеют две составные части, соединенные болтами. В верхней и нижней частях окна для крепления кнопки пуск-стоп. В первом исполнении ее размещают в верхней части боковины, а окно в нижней части закрывают крышкой. Нижняя часть другой боковины имеет приливы для крепления кронштейна привода. Рабочий барабан представляет собой цилиндр из 6-мм стали. Вырез на его поверхности обеспечивает установку привода, который закрывается листом крышкой, изогнутым по форме цилиндра и привернутым к нему винтами. Два ребра внутри барабана по периметру цилиндра служат пластинами для крепления опорных дисков и одновременно ребрами жесткости. Опорные диски – чугунные литые детали со ступицами в центре, в которые заложены подшипники качения. Диск имеет приливы для крепления ведомого зубчатого колеса. На оси между дисками на шпонке установлен копир. В первом исполнении вырезом вверх, во втором – вниз. Станина установки в исполнении 2 имеет внизу сварную раму из швеллеров, выполненную в виде коробки, обшитой листом. Сверху коробки наклонный лист для спуска снятых шкур. На ее верхнюю обвязку ставят две литые чугунные боковины 5 и 6, которые крепятся к раме-болтами и стягиваются осью рабочего барабана. При работе установки в исполнении 1 тушу после забеловки подают непрерывно вращающемуся барабану. Забелованную тушу со стороны задних ног фиксируют цепью, кольцо которой набрасывают на выступающий из барабана тянущий палец. Съемка шкуры начинается при движении пальца по нижней части окружности барабана. Шкура освобождается от пальца в верхней части автоматически, благодаря сходу ролика в углубление копира под действием пружины и массы пальца. Фиксирующую цепь снимают со шкуры и возвращают к месту наложения цепи. Съемка шкуры в таких условиях происходит при углах близких к нулю, не превышая 30 градусов. При этом варианте съемки шкуры отпадает необходимость крепления туш за передние конечности. Удовлетворительное качество съемки обеспечивается при небольших скоростях движения цепи подвесного конвейера или при неподвижной туши. При съемке шкур на установках в исполнении 2 передние ноги туши фиксируют при помощи фиксатора, ролик которого перемещается по его рельсу вместе с тушей. На забелованную шейную часть шкуры надевается петлей цепь, кольцо которой набрасывается на палец барабана, движущийся снизу вверх. В нижней части барабана после его оборота на половину окружности палец останавливается, и цепь со шкурой падает на наклонный лоток, по которому шкура соскальзывает на пол. С туши и шкуры снимают фиксирующие устройства, и цикл повторяется. Установка ленинградского типа состоит из трех конвейеров. Горизонтального для транспортирования туши, конвейера съемки шкуры, конвейера фиксации передних конечностей. Конвейер съемки шкур изогнута в нижней части и наклонно установлен вдоль конвейера транспортирующего туши. Туша после забеловки подается горизонтальным конвейером на установку для съемки шкуры. Передние конечности туши фиксируются пальцами-захватами движущейся цепи конвейера фиксации. Нижнюю забелованную часть шкуры захватывают цепью, а кольцо цепи надевают на крючок движущейся цепи конвейера 2. Отрыв шкуры происходит под углом от 0 до 45 градусов, в зависимости от участка шкуры и массы туши. Отличительная особенность установки Я-82ФШМ – привод для бесступенчатого регулирования скорости съемки шкур. Это позволяет применить установку для обработки шкур скота различного возраста, упитанности и породы. Технические характеристики установок для съемки шкур с тушь мелкого рогатого скота представлены в таблице на слайде. Установки для съемки шкур с тушь свиней. Установки применяют для снятия всей шкуры или только крупона. Крупон – это часть шкуры, снятая с огуска, спины, боков и шеи тушь взрослых свиней. По форме он должен приближаться к прямоугольнику со средней шириной примерно равной половине его длины, но не менее 40 сантиметров. Перед крупонированием свиней обязательно сортируют на группы массой от 80 до 100 и от 100 до 120 килограмм. На слайде представлены установки для снятия шкур и крупонов с тушь свиней. Съемку шкур на установке V2FSA проводят в непрерывном потоке в направлении сверху вниз в следующей последовательности. Туши с забелованной шкурой основным технологическим конвейером подаются к установке. Тушу фиксируют за нижнюю часть крюком цепи, второй конец которой надевают на крюк конвейера натяжки тушь. Шкуру, снятую с передних ног и шеи, захватывают петлей цепи, закрепленной на наклонном конвейере. При движении туши по конвейеру 1 и конвейеру натяжки тушь происходит съемка шкур за счет движения наклонного конвейера вверх. Во время съемки шкура рабочий устраняет в случае возникновения задиры шпика, подсекая их ножом. Снятые шкуры, нисходящие ветвью наклонного конвейера, опускаются. Их вручную освобождают от фиксирующих цепей, а затем направляют на мездрение. При дальнейшем движении туши происходит ее расфиксация на конвейере натяжки. Рабочий снимает крюк фиксирующей цепи с челюсти туши. И по наклонно натянутой проволоке цепь поступает к месту фиксации туши. Далее цикл повторяется. Для съемки шкур и крупонов тушь свиней предназначен агрегат G2FHN. Его можно использовать также и для съемки шкур с тушь мелкого рогатого скота. Агрегат G2FHN съемки шкур и крупонов состоит из двух конвейеров. Конвейера натяжки и фиксации тушь. И наклонного конвейера. Каркас конвейера натяжки и фиксации туши выполнен из профильной и листовой стали. На каркасе смонтирована натяжная станция. Привод конвейера устанавливают на месте применения. Горизонтально. Ниже уровня пола. На сварной раме. Он состоит из электродвигателя, вариатора, червячного редуктора и блока звездочек. Над ним, примерно на высоте 3 метров, должен находиться общий цеховой конвейер. Конвейер с пальцем снизу. Цепь натягивается за счет перемещения ведомой звездочки вдоль оси конвейера. Наклонный конвейер представляет собой раму, выполненную из двутавровых балок. На ней смонтированы привод, натяжное устройство, тяговая цепь, которой навешивают цепи с захватами для закрепления шкур. Конвейер устанавливают на месте применения наклонно. Привод наклонного конвейера состоит из электродвигателя, вариатора, червячного редуктора и блока звездочек. Синхронность перемещения обоих конвейеров регулируется вариатором. В процессе съемки шкур и крупонов участвуют оба конвейера. В челюсть туши вставляют крючок на цепи. Второй конец этой цепи крепится к фиксатору конвейера натяжки и фиксации. Затем захватом закрепляют шкуру или крупон. Синхронным перемещением общецехового конвейера, конвейера натяжки и фиксации туш, а также наклонного конвейера снимают шкуру или крупон с зафиксированного животного. Для съемки крупона также используют машину V2-FKI. Оборудование для мойки, удаление щетины и мездрение шкур. Для мойки и механической очистки свиных туш в шкуре применяют моечные машины. Щетину со свиных туш, подвергнутых частичной или полной шпарке, удаляют на скреп машинах. Мездрение шкур можно осуществлять вручную и с помощью мездрильных машин. Моечная машина K7-FMG состоит из двух каркасов. Внутри каждого каркаса под углом 25 градусов к горизонтальной плоскости в подшипниках качения установлен щеточный барабан. Ручками в нем закреплены капроновые нити диаметром 1 мм. Привод каждого барабана осуществляется от индивидуального электродвигателя через муфту и редуктор. Над барабанами установлены оросительные трубы с форсунками, через которые из водопроводной сети подается вода для мойки туш. Снаружи барабаны закрыты кожухами. Барабаны вращаются навстречу друг другу, и при прохождении туши между ними щетками осуществляется мойка и удаление механических загрязнений. Моечная машина K7-FMG состоит из правого и левого сварных каркасов. Внутри правого каркаса имеется три горизонтальных барабана, представляющих собой вал с резиновыми билами, приводящимися во вращение приводом, расположенным в боковой части каркаса. Средний барабан соединен с редуктором муфты-шкивом, а два других приводятся в движение через клиноременную передачу. Частота вращения горизонтальных барабанов одинакова. Внутри левого каркаса установлен вертикальный барабан. Его конструкция аналогична конструкции горизонтальных барабанов. Привод барабана, состоящий из электродвигателя и редуктора, находится в верхней части каркаса. Оросительное устройство, трубопровод с воронками, расположенными с обеих сторон подвесного конвейера, смонтировано в верхней части каркаса. Блокирующее устройство на входе в машину крепится на кронштейне к путевой балке. Во избежание разбрызгивания воды с обеих сторон машины имеются защитные стенки. При работе моечной машины свиные туши подаются подвесным конвейером в рабочее пространство между вращающимися билами и орошаются струями воды. По мере перемещения туша очищается от загрязнений. При этом троллей с подвешенной на нем тушей отклоняет рычаг блокирующего устройства связанного с реле времени и обеспечивает непрерывную подачу воды в машину и вращение барабанов. В случае останова конвейера либо отсутствия туш на нем срабатывает реле времени и отключается подача воды и вращение барабанов. При пуске конвейера троллей с навешенной на нем тушей замыкает контакты блокирующего устройства. При этом включение барабанов и подача воды осуществляется автоматически. Технические характеристики моечных машин представлены в таблице на слайде. Скреп машина FUSCHE 100 состоит из каркаса скрепкового, ребристого и полировочного барабанов. Механизма выгрузки и привода. На слайде показана схема обработки туши в машине FUSCHE 100. Свиная туша, прошедшая тепловую обработку, шпарку, в механизированном шпарильном чане при повороте люльки на 90 градусов в момент прохождения звездочки выпадает на приемный стол скреп машины. С приемного стола она соскальзывает на непрерывно вращающейся ребристой и скрепковой барабаны. Последней с поверхности туши удаляется щетина. Полировочный барабан придает поверхности туши товарный вид. Кроме того, он удерживает тушу на скрепковых барабанах, не давая ей вывалиться из скреп машины. Вращение скрепковых барабанов в одном направлении придает туше вращательное движение, а различия в скоростях вращения способствуют лучшему удалению щетины. Одновременно в машину через тушевое устройство подается горячая вода температурой 60-65 градусов Цельсия, которой дошпаривают тушу и смывают удаляемую щетину. Она попадает в специальный сборник, расположенный в нижней части скреп машины, откуда периодически удаляется через дверцу. По окончании очистки туш от щетины автоматически поднимается полировочный барабан и туша за счет вращения ребристого и скрепкового барабана выбрасывается из скреп машины на разгрузочный стол. Полировочный барабан поднимается и опускается под действием сжатого воздуха или пара. Продолжительность очистки туши в скреп машине составляет 25-30 секунд. Скреп машина V2 Foam состоит из двух секций. Машины управляют при помощи кнопочной панели. Туши, поступающие в машину, попадают в желоб, образованный направляющими. Скрепки барабанов, касаясь туш, соскребают щетину и эпидермис, поверхностный слой, с их поверхности. И в то же время приводят туши во вращательное движение. Вращающиеся туши по направляющим постепенно продвигаются вдоль машины к лотку для выгрузки. В процессе обработки они орошаются горячей водой. Вместе с ней смытая щетина с эпидермисом поступает в поддоны с перфорированным днищем. Вода уходит в отверстие, а щетина по мере накопления выгружается из машины. Продолжительность нахождения туши в машине регулируют заслонкой с регулятором. При подъеме или опускании которой увеличивается или уменьшается порог, служащий барьером, удерживающим туши в машине до определенного времени. Скреп машина V2 FSI60 предназначена для механизации удаления щетины со свиных туш. Ее устанавливают за шпарильным чаном. Система опалки машины включает в себя 17 горелок инжекторного типа. Запальный коллектор. Защитное и запорное устройство. Трубопровода с электромагнитным вентилем. Загрузочное устройство включается переключателем БВК 231-24. При верхнем положении загрузочного устройства туша по направляющим 9 попадает в зону очистки, где с вращающейся туши с кремками 17 удаляют щетину. Загрузочное устройство возвращается в исходное положение. Опалка туши производится в течении 25-28 секунд. После окончания очистки с помощью электромагнита 15 и штока 13, ограждение 3 туши расфиксируется. Туша толкателем и скребками расположенными на валу выталкивается на приемный стол. Ограждение возвращается в исходное положение и фиксируется штоком. Снятая щетина из зоны обработки удаляется в поддон 18. Для ручной выгрузки туши предусмотрен рычаг 14. Скреп машина V2 FSI 120 по конструкции аналогично скреп машине V2 FSI 60, но имеет большую производительность. Технические характеристики скрепа машин представлены в таблице на слайде. При мездрении шкур вручную используют колоду, установленную на клонно-массивную доску, на которую расстилают шкуры с выпуклой и гладкой поверхностью. Колода нижней частью упирается в поддон, сборник мездры. Шкуру расстилают на колоде шерстью вниз. На ней не должно быть сухого навала, без складок и бугорков. В противном случае возможны порезы шкуры. Мясо и жир срезают со шкуры мездряком, выгнутым острым ножом с двумя ручками или косой. На колоде удаляют большие прирези жира. Оставшийся жир снимают на мездрильной машине. Шкуры хряков мездрят только вручную. Выбор способа мездрения зависит от прочности мездры и дермы. Свиные шкуры кроме шкур хряков должны быть освобождены от подкожно-жировой клетчатки на чепраке. До уровня луковиц щетины. И иметь равномерную по всей площади толщину с учетом толщины слоя жира на полях. И иметь равномерную по всей площади толщину с учетом толщины слоя жира на полах. Нельзя срезать дерму и луковицы щетины. Бахрому жира на краях шкуры удаляют перед мездрением шкур на машинах. Во избежание повреждения шкур при машинном мездрении следует делать разрез огузочной части по линии хребта. До 8 см на мелких, до 12 см на средних и до 15 см на крупных шкурах. Машину MMG3201K применяют для мездрения шкур крупного рогатого скота и свиней. По конструкции эта машина очень сложная. Она состоит из следующих основных частей. Остово каретки, бласа, рифленых валов, ножевого вала, заточного аппарата, предохранительного устройства, гидрооборудования и электрооборудования. Остов служит каркасом для крепления основных сборочных единиц машины. Литые стойки, правая и левая, установлены на сварной раме. Вал 6 кривошипа смонтирован на подшипниках в стойках. На концах цапвала кривошипа установлены шестерни, входящие в зацепление с рейками, закрепленными на штоках гидроцилиндров. На валу 6 закреплены кривошипы с ввинченными в них упорными винтами и соединенными пальцем с рычагами 9 и 16, которые в свою очередь соединены втулкой с качающимися рычагами левым 11 и правым 15. Они закреплены на валах 12 и 13, смонтированных на подшипниках в стойках. Во втулках запрессованы вкладыши, в которых установлен обрезиненный вал. Педаль закреплена на валу 2, а один конец вала вращается в кронштейне, а второй в правой стойке 14. В последний смонтирован редуктор привода рифленых валов. Блок рифленых валов состоит из двух рифленых валов 17 и 20, собранных на подшипниках качения в корпусах. Корпуса соединены валом 18. Спереди блок закрыт предохранительным кожухом. Ножевой вал, в винтовых пазах которого зачеканены ножи по 12 правых и левых, установлен в подшипниках качения на стойках 10 и 14. Для заточки ножей на траверсе, жестко связанный со стойками, смонтирован заточной аппарат. Каретка представляет собой сварную раму 25, на которой закреплены два кронштейна, приоднозначенные для подвешивания ее к рычагам 9 и 16. При работе машины шкура забрасывается на обрезиненный вал нажатием на педаль, подводится в рабочую зону, где гидроцилиндрами в количестве 20 штук через пластину прижимается к ножевому валу. Срезает при рези мяса и жира. Из машины шкура транспортируется рифлеными 20 и 17 и обрезиненным 24 валами. Техническая характеристика мездрильной машины MMG3201K представлена в таблице на слайде. Вы посмотрели видео, посвященное оборудованию мясокомбинатов, используемого для снятия и обработки шкур убитых животных. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях и мессенджерах. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok